До конференции пара минут. Делегаты спешат. Спешит и Владимир Фролов. И просьба журналистов пустить на конференцию весьма не кстати. Она сейчас не пускает? Не, не пускает. На повторе видео слышно, что соратники партии не готовы к встрече с журналистами. Я вас не пускаю. Дверь закрыта. Через несколько минут некий человек вышел с вестью, что пустят. Но ненадолго. Владимир Иванович, если сюда добро, сейчас в течение пяти минут все это сделается. Добро ожидаем в коридоре. Параллельно изучаем список делегатов. Спустя время пускает святую святых. Это у нас называется снять протокол. Здесь Владимир Фролов уже на трибуне и чеканит отказ журналистам. Мы готовы после проведения конференции в любом вопросе дать вам комментарии. Любой делегат, который здесь будет находиться, высказать свою позицию. А у делегатов свое видение ситуации. Делегаты проголосовали за присутствие журналистов. Но вместе с тем делегаты проголосовали, чтобы не давались какие-либо комментарии. Все, все, все. Мы сейчас покидаемся. Это кадры, которые нам удалось снять. Какие вопросы были на повестке дня, осталось тайной за семью печатями. Сегодня в официальном пресс-релизе справедливо-россы непременно скажут. Заседание прошло в закрытом режиме, хотя для журналистов было сделано исключение. Предоставлена возможность провести короткую съемку. Днем ранее, в воскресенье, когда наша группа работала возле регионального отделения, где другие эсеры бойкотировали решение поддержать единого кандидата от оппозиции, мнение самых справедливых, по мнению Фролова, нам также не удалось узнать. Я не могу, не буду сейчас ничего комментировать. Не, ну вот ваша личная позиция. Не буду комментировать. То есть вы как считаете, должен быть единого кандидата? Снимите лучше мою машину. Машина – это, конечно, важно, но на повестке дня более глобальный вопрос. Ведь 28 июня Центральный совет партии оренбургским эсерам запретил поддерживать единого кандидата. В понедельник местные во главе с Фроловым решили пойти против Москвы. Впрочем, бывших партийцев это мало удивляет. К таким эскападам они привыкли. Это бизнес, в данном случае политика, и ничего личного. Факт вопиющий нарушение партийной этики, централизации руководства, то есть вертикали руководства, здесь он присутствует. Не пустить на конференцию и закрыть перед носом дверь. С такими пассажами от однопартийца Александр Митин сталкивался не раз. Но то, что журналистов оставили по ту сторону двери, его, мягко говоря, привело в недоумение. Вопрос ключевой – и зачем скрывать, как принимаются решения? Впрочем, у матерого политика есть на это свое объяснение. Да, конечно, это вообще абсурд. Это сравнить можно сегодня с Украиной, где русских, российских журналистов расстреливают. Но это примерно точно так же. Вышвырнули за ворота. Парадокс. Владимир Фролов радует за открытость и доступность власти. Но, похоже, у этих понятий много толкований. Вы нас сейчас не пускаете? Нет, не пускаете. А как же у нас равенство партий? Ну, пойми, что это внутри партийный. Елена Файман, Игорь Бероев, Георгий Барлуцкий. Новости дня.